Это история о человеке, которого однозначно можно назвать настоящим монстром. За всю свою жизнь он совершил много жестоких преступлений, да и без сомнения, он совершил бы их гораздо больше, если бы не одно «но» в этой истории. История начинается в городке Миссула, штат Монтана. Это небольшой городок с населением порядка 70 тысяч человек. 11 апреля 1974 года этот городок был потрясен жестоким преступлением. В этот день некто проник в дом семьи Паунд. Это была семья, состоящая из пяти человек. Матери – Донны, домохозяйки, отца – Харви, священника местной церкви и троих детей – 20-летних Кенни и Карен и 12-летней Кэтти. Из всех пятерых в этот день дома была только мать – 39-летняя Дона Паунд. Так вот, именно она была найдена жестоко убитой 11 апреля 1974 года. Как оказалось, она была изнасилована перед смертью, а убита она была из револьвера, который был взят из дома семьи Паунд. Тот неизвестный человек, который проник в дом, сперва добрался до револьвера, который Харви, отец семьи хранил в спальне. Затем, под дулом револьвера, нападавший изнасиловал Донну. После этого, он приказал ей встать на колени и выпустил пять пуль ей в голову. Орудие убийства, револьвер, был найден рядом с телом, а также в спальне были найдены веревки, привязанные к кроватям. Вероятно, именно ими нападавший связал Донну перед изнасилованием. К сожалению для полиции, это были все улики, которые были найдены на месте преступления. По этой причине расследование было не очень продуктивным. Но даже так, у полицейских было пару подозреваемых. Первым был муж той самой убитой Доны, местный священник Харви Паунд. Полиция начала подозревать его после того, как выяснилось, что он изменял своей убитой жене, что у него была любовница. Но вскоре у Харви появилось сильное алиби, которое вывело его из списка подозреваемых. Вторым был 20-летний парень Уэйн Нэнс. Он был другом сына убитой, а под подозрение он попал после того, как один из соседей убитой сказал, что видел Уэйна Нэнса рядом с ее домом, в то время, когда предположительно была убита Дона. Но и против Уэйна Нэнса полиция не смогла собрать достаточно улик, так что убийство Доны Паунд стало так называемым глухарем. Через пять лет после этого преступления, произошедшего в городе Миссула, в парке Бевертейл, всего в 30 километрах от Миссулы, было найдено тело девочки-подростка. Тело обнаружили железнодорожные работники. Как было установлено, тело находилось тут более четырех месяцев и уже сильно разложилось. Но тем не менее, удалось определить, что девушка была зарезана, а также изнасилована. Полицейские просмотрели заявления о пропавших людях, которые могли подходить под описание найденной девочки, но тогда они не смогли ее идентифицировать. В результате этого, на долгие годы, девочка получила имя в честь парка, в котором была найдена Бевертейл Бетти, а ее смерть на этом этапе была загадкой для полиции. Но это были и не все тайны, которые таил парк Бевертейл. В декабре 1985 года фотограф, который увлекался дикой природой, прогуливался по парку Бевертейл. Внезапно, во время прогулки он наткнулся на жуткую сцену. Из земли торчала человеческая нога. На место прибыла полиция и обнаружила тело молодой девушки. Патологоанатом определил, что она была мертва около трех месяцев. Полиция просмотрела отчеты о пропавших без вести, но ни один из отчетов не подходил под черты лица погибшей девушки. Кем бы она ни была, она встретила жестокую смерть. На ее голове было три огнестрельных ранения. Так как на данном этапе девушка не была идентифицирована, она получила имя Дебби Дир Крик, в честь водоема, около которого она была обнаружена. Далее, 12 декабря 1985 года, в округе Равалли, штат Монтана, также недалеко от ранее упомянутого города Миссула, произошло очередное жестокое преступление. Речь идет о доме семьи Шук. В нем проживали муж и жена Майк и Тереза Шук, а также их трое маленьких детей. Неизвестный мужчина с пистолетом ворвался в их дом. Он ударил по голове отца семьи, Майка, так что тот потерял сознание. Затем, нападавший выстрелил Терезе в лодыжку. Та была обездвижена. После этого, нападавший закрыл детей семьи Шук в их комнате, на втором этаже. Далее, нападавший вернулся к Майку, отцу семейства Шук. Когда Майк пришел в сознание, то он уже был связан. Нападавший воткнул в грудь Майка большой нож. Он пронзил сердце мужчины. Тот мгновенно скончался. Разделавшись с Майком, нападавший перешел к его жене, Терезе. Он перевязал ее простреленную лодыжку, чтобы остановить кровь. Затем он отвел ее в спальню. Там он привязал ее к кровати, изнасиловал. И так же, как и Майку, воткнул нож ей в грудь. Убив отца и мать семьи, Майка и Терезу, нападавший поджег дом, оставив трех детей в закрытой комнате наверху. К счастью, пламя было медленным, и соседи смогли вытащить детей из дома убитой пары. Как позже выяснили полицейские, из дома пропали пару вещей. Это были коллекция серебряных долларов и большой охотничий нож. Однако это не помогло в поисках преступника. Теперь мы переносимся на полгода вперед, в сентябрь 1986 года. Речь пойдет о семейной паре Даги и Кристине Уэлш. Они проживали в городе, вокруг которого крутится эта история, Миссули. Они владели небольшой мебельной компанией, а проживали они вдвоем, у них не было детей. Ночью, 4 сентября 1986 года, Даг выглянул в окно и заметил силуэт на лужайке своего дома. Он вышел на улицу и, к своему удивлению, увидел на лужайке работника своей компании, мужчину по имени Уэйн Нэнс. Нэнс сказал Дагу, что проезжал мимо и увидел, как кто-то следит за домом Дага. Тогда он якобы остановился и подошел к дому Дага. Нэнс предложил Дагу вместе поискать того человека, который якобы следил за домом Дага. Для этого он предложил Дагу пойти в дом и взять фонарики. Даг согласился. Даг шел первым. Как только они вошли в дом, Даг тут же получил сильный удар по голове. Он упал на пол. Обернувшись, он увидел револьвер в руках работника своей компании, Уэйна Нэнса. Те, кто имеют хорошую память на имена, наверняка уже осознали, что имя Уэйн Нэнс уже звучало в этой истории. Это было в самом начале. Тогда он был 20-летним юношей и именно он был подозреваемым в убийстве первой упомянутой в этом рассказе жертвы Доны Паунт. Забегая вперед, стоит сказать, что да, именно он убил ее и всех тех людей, что были перечислены ранее. К 31 году Уэйн Нэнс был работником мебельной компании, которой владел Даг Уэлш. Жена Дага, Кристина, неоднократно навещала его на работе. Нэнс периодически видел ее. Со временем он захотел ею обладать. Именно эта тяга заставила его совершить нападение на дом Дага и Кристины Уэлш. Возвращаясь к тому, на чем мы остановились, Нэнс ударил Дага рукояткой револьвера по голове. Тот упал на пол. На шум прибежала жена Дага, Кристина. Нэнс навел револьвер на Дага и Кристину. Он приказал Кристине связать мужа. Она так и сделала. Затем Нэнс отвел Кристину на второй этаж, в спальню. Там он уже сам связал ее. Он привязал ее к кровати. Далее он оставил ее на некоторое время. Он спустился вниз, чтобы закончить с Дагом. Даг лежал связанный на полу. Нэнс избил его, после чего затащил в подвал. Там он привязал Дага к стойке лестницы. Далее Нэнс решил покончить с Дагом. Он достал 20-сантиметровый нож и воткнул его в грудь привязанного Дага. Мужчина тут же обмяк. Нэнс вытащил нож из его груди и пошел на второй этаж, в надежде наконец-то сделать то, ради чего он все это затеял, а именно изнасиловать жену Дага, Кристину. Уже находясь на втором этаже, в спальне с Кристиной, Нэнс услышал некий шум. Он вышел из спальни и к своему удивлению увидел Дага с винтовкой в руках. Да, как бы это удивительно не звучало, но Даг не погиб от удара ножом в грудь. Нож не достал буквально два сантиметра до сердца мужчины. Когда Нэнс оставил Дага умирать в подвале, тому каким-то образом удалось снять веревки. В подвале Даг хранил старую винтовку, Сэвэдж 250-го калибра. У него был только один патрон. Зарядив винтовку, Даг поспешил жене на помощь. Поднимаясь по лестнице, Даг увидел выбежавшего из спальни Нэнса. Не думая ни секунды, Даг спустил курок, ранив Нэнса в живот, но тот не упал. Он вернулся в спальню за револьвером. Нэнс выпустил три пули в Дага, но только одна пуля достигла цели. Она попала в ногу Дага. Не имея патронов, Даг махал винтовкой как битой. В конце концов, один удар достиг головы Нэнса, и тот выронил револьвер. Но Даг не прекратил. Он продолжал забивать Нэнса прикладом, пока голова Нэнса не превратилась в кровавое месиво. После этого Кристина вызвала полицию и скорую. Все трое, Кристина, Даг и Нэнс, были отправлены в больницу. Нэнс скончался в этот же день. Что касается Дага, то он не погиб от потери крови. Он остался жив. Так кто же такой Уэйн Нэнс и как удалось установить, что он совершил не одно убийство? О его прошлом не так много известно. Нэнс родился в Миссуле в 1955 году. Его мать работала официанткой, а отец работал дальнобойщиком. Молодая семья жила в небольшом фургоне на окраине города. В школе Нэнс учился хорошо, но у него был вспыльчивый характер. Нередко он проявлял агрессию по отношению к одноклассникам. Хотя Нэнса многие считали немного странным, никто никогда не чувствовал от него серьезной опасности. А зря, ведь он таил ее в себе. Считается, что именно он в 20 лет убил Дону Паунд. Он был хорошо знаком с ее сыном и часто бывал в доме Паунд. Как уже было сказано, соседка видела его около дома семьи Паунд во время, схожее со временем убийства. Также, когда Нэнс в свои 20 лет стал подозреваемым, то полицейские провели обыск в его доме. Там они обнаружили окровавленную одежду. Технологии не позволяли тогда сделать качественный тест крови на одежде, поэтому тогда доказать, что кровь принадлежала убитой Донни Паунд, не удалось. В итоге Нэнса отпустили, но когда стало ясно, что он был настоящим серийным убийцей, то сомнений не осталось, что отпустить Нэнса было ошибкой. Далее, речь пойдет о Дебби Дир Крик, одной из девушек, чье тело было найдено в Бивертейл Парке. Так вот, позже она все-таки была идентифицирована как сбежавшая из дома 16-летняя Марсела Бахман. В доме Нэнса, уже после его смерти, при обыске были обнаружены некоторые совместные фото его и найденной убитой Марселы Бахман, а также в конверте Нэнс хранил прядь ее волос. Что касается второй найденной девушки, так называемой Бивертейл Бетти, то позже она была идентифицирована как 15-летняя Девона Нельсон. Некоторые свидетели говорили о том, что видели ее вместе с Нэнсом в Миссуле, а то, что ее тело было найдено практически там же, где и тело убитой Нэнсом Марселы Бахман, делает именно его главным подозреваемым в ее смерти. Ну и наконец, семья Шук, в дом которой проник Нэнс, убил отца и мать семьи, Майка и Терезу, и поджег дом с тремя запертыми детьми. Как удалось связать Нэнсо с этим преступлением? Что ж, напомню, что из дома семьи Шук пропали коллекция серебряных долларов и большой охотничий нож. Так вот, эти вещи были найдены в доме Нэнсо после его смерти. Все перечисленное это лишь те преступления, с которыми есть четкая связь Нэнсо. Однако на самом деле, полиция считает, что он совершил гораздо больше убийств. Да и неизвестно, сколько бы он еще их совершил, если бы Даг Уэлш героически не убил Уэйна Нэнсо.